ПЕСНЯ Мы эту музыку специально сочинили для Насти. Для неё она очень знакомая, приятная. И эта музыка позволяет Насте быть в таком творческом состоянии, когда можно рисовать, или играть, или петь, или танцевать. ПЕСНЯ Проблема была такая. Где-то в месяц 7 дочка, когда родилась, у неё был ротовирус. И после ротовируса у неё получилось это такое, что переливание не помогло. Сделали переливание плазмой, и оказывается, у неё это именно проблема, то, что она не воспринимает её организм. А при рождении, наверное, был сделан анализ или нет, мы не знаем. Хотя нам утверждали в Грузии, и утверждают до сих пор, что у неё был анализ взят. В итоге, это после переливания, это именно ребёнок, это в 6 месяцев она танцевала. То есть, это танцуй, там, это всё такое, это было нормально. Ну вот, после переливания, то у нас пошло это всё в минус. Вот, в минус. Врачи решили, психологи, психиатры решили, что у неё аутизм. В итоге, это мы уже свыклись с тем, что мы ей помочь не можем. Вот, так как нам врачи говорили даже, мол, типа, оставьте ребёнка, учите её, там, и биотерапия, там, всё такое. Мы её вводили. Ну, то есть, прогресса никакого не было вообще. Музыкальные занятия для детей, как медитация, когда их нервная система может расслабиться. Да, они могут, наконец, расслабиться от своих эмоций, внутренних переживаний. И это хорошее переключение. У него чесалась кожа. Вот, постоянно чесалась кожа. То есть, это до крови. Ни один врач не догадался это сказать нам, это, допустим, возьмите анализ на что-нибудь. У нас няня очень хорошая. Няня нашла этот центр с самого начала. Но мы к этому относились. Сначала это, как бы, ну, скептически. За первую неделю я увидел изменение, то, что у неё кожа не чесалась. Это мы с тобой проходили. Я сниму, я сниму, сниму просто, я просто сниму. Ложись. У моего ребёнка это обычное дело. Вот, если бы она сейчас тут сидела, ты вот зашла бы, да, вот, взять вот это всё, скинуть. Она постоянно этого что-то рвала, что-то там, вот, хотела постоянно это порвать, цепочку кому-то или браслет там. Вот, до сих пор у неё это осталось. Но это, в принципе, такой момент, то, что это уйдёт. Значит, это один из тех детей, который, по сути своей, имеет нарушение обменных процессов, нарушение формирования обменных процессов, именокислот. Поэтому ребёнок приехал с обычной нашей симптоматикой, с отставанием в психомоторном развитии, с немножечко такой отстранённой реакцией на окружающий мир, с очень бледным цветом лица, с авитаминозом вокруг губ. Сразу же поставила диагноз, сказала, это какие витамины ей не хватает, сразу вынесла диету нам с первого же дня, вот, когда мы пришли, и мы сели, это посели именно на диету. Вот после этого, на третий день я увидел, что у неё кожа не чешется. Поскольку, поскольку мы не можем быть уверены, какая из аминокислот, где произошёл надлом, явно это не, как бы, не полноценная аминокислота, может быть, какой-то её кусочек надломился, мы ввели ограничения на белковую пищу. И буквально, наверное, с нескольких дней у ребёнка изменился цвет лица, изменился взгляд. Она, в принципе, хорошо, адекватно отвечает на взаимодействие, понимает обращённую речь теперь, понимает, что нужно делать, как нужно с этим бороться. Живот изменился значительно, то есть я сейчас, вот он доступен, глубокая пальпация. Это тот случай, когда нарушения обменных процессов привели к задержке развития. И, в общем, хорошая перспектива у ребёнка. Конечно, это потребует времени, потому что необходимо вначале очиститься, потом заменить процессы обменные. Перспектива хорошая. Чтобы она отозвалась, это, например, повернулась ко мне, это я её звал, звал, это она поворачивалась, это, ну, один раз из десяти, допустим. Вот сегодня, например, это вот я вчера ночью приехал, сегодня, когда мы ехали, я её два раза позвал, и она два раза повернулась. У неё уже взгляд другой. А-а-а-а. Давай вместе. А-а-а. А. А-а-а-а. Улыбаемся. Улыбаемся. А-а-а-а. А-а-а-а. Нет, 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 не так. У Давида очень хороший подход к детям, потому что это он чуть-чуть жёсткий, может, это не понравится кому-то, но на самом деле это так и должно быть. А-а-а. А-а-а. Улыбаемся. А-а-а. А лучше уже а-а-а. А. Хорошо. А-а-а. А теперь давай о. У. О, молодец. Раньше она такие звуки не издавала, да? О, нет. А. Да, теперь о. У. О. А. Нет, о. У. Да, 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 да. Да, у. Ла-ля-ля-ля-ля. А. Первый мой разговор был с Давидом, потом Йосефа и Давид вместе, а я ребёнка показал им, и Йосефа ещё по телефону сказала нам, что у ребёнка обмен веществ неправильный. Просто аутизм, это получается для многих врачей и психологов, это самое простое решение проблемы. То есть это аутизм и всё, не лечится. То есть это не мучайте нас, не мучайте себя, не мучайте ребёнка. Ну, скорее всего, вот так. Ты папу лучше погладь. Я, наверное, чувствую то, что это вот, и надеюсь то, что ты, ну, с помощью Йосефа и этого центра, это ей будет лучше. Вот это чувство у меня точно есть. Для любого родителя это свой ребёнок, это что-то эксклюзивное. Это его родное. И любой родитель должен решить самостоятельно, что ему делать. Мы из Грузии. У нас Грузия не богатая страна. И нам приходится это вертеться, крутиться. Ну, не мы же одни любим это своих детей. Это как бы... Может быть, кто-то боится, да? Боится того, что это вот приедет и ничего не увидит. Я даже был готов, если бы я даже ничего не получил бы, я был бы готов рискнуть. Потому что у меня другого варианта не было. Если придётся мне ещё рисковать это из-за ребёнка, да, я ещё рискну, это куда-то, да, сюда по-любому приедем. Это однозначно. Я могу посоветовать это любому родителю лучше рискнуть, а потом себя не карать и не думать это. А вот если бы, да, вот не приехал бы, приехал бы, в итоге, что было бы, как было бы, этого никто не знает. Ну, то есть, ребёнком ещё надо работать в любом случае. Такие дети одним разом, то есть, ничего не бывает. Большое спасибо огромное. Благодарны. Больше нечего сказать. Удачи. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok